МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире новости Анапа. Регион в студии Сергей Корабельников. Здравствуйте. Итак, сегодня в выпуске. Госфотоинспекция призывает водителей быть внимательны на дорогах, выбирать скорость, соответствующую конкретным дорожным условиям. Одним ударом два столба. Из-за аварии было парализовано движение на улице Красноармейской. Было хорошо и весело. Как встретишь Новый год, так его и проведешь. Новогодние праздники глазами гостей и жителей Анапы. Безграничное абсолютно разнообразие всего выбора. Мастерская дедушки Вея. В библиотеках учат секретом создания авторской игрушки. Пляжи и курорты всегда должны находиться в идеальном состоянии. Такую сдачу поставил Юрий Поляков во время недавней инспекции прибрежной территории. Анапа сейчас системно перестраивается в формат круглогодичного курорта. И пусть все происходит не так быстро, как хотелось бы, но уже есть результат. Некоторые цифры. Только в период новогодних каникул к нам приехало почти 15 тысяч человек. Больше на 5%, чем в прошлом году. Немного, но динамика положительная. И это факт. 22 пансионата и санатория встречали гостей. В зимнем режиме сегодня работает более полусотни гостиниц. И это уже структурные изменения. На центральном пляже появились лавочки. На них могут отдохнуть во время зимней прогулки у моря гости нашего города. Мелочь, но из мелочей складывается общая картина. И состояние пляжей действительно должно быть идеальным. Круглогодично. Тройка с минусом. Такую оценку поставил глава Анапы после инспекции состояния прибрежной полосы от реки Анапка до села Витязева. Вы же должны за этим смотреть. Мупаков. Позвали, спросили. Дорогой, резина для чего она здесь? Для чего на пляже резина? Забери ее себе домой, на территорию сложи. Вы начинаете мне рассказывать, что это собственник. Приведи в порядок столбы. Посмотри, на что они похожи. Туалет этот нужен? Если он нужен, пусть он работает по сайте человека. Люди жалуются по всему пляжу. Нигде в туалет не сходишь. Пляжи – это одно из основных богатств Анапы. Пока не все предприниматели торопятся наводить порядок даже на своей территории. И здесь будут использованы все законные методы воздействия на нерадивых собственников. Пока же основная нагрузка ложится на городские службы. Убрали сейчас. Нам понравилось. Да, мы прям удивились даже, что мешки стоят. Молодцы. Это кто этим занимается? Сулька городские. Да, молодцы. Я вчера проходила, или позавчера думала, что ж не убирают вот эти хотя бы бутылки. Да, молодцы. Надо убирать, конечно, потому что люди гуляют. Приятнее гулять по чистому пляжу. Несмотря на то, что сейчас зима, по берегу прогуливается множество анапчан и гостей курорта, отдыхающих в здравницах. Контроль за порядком на всех пляжах по поручению главы будет усилен. Руслан Душевский, Анапа-регион. На улице Красноармейской сегодня с утра было практически парализовано движение транспорта. Причиной тому стали упавшие столбы линий электропередач. А виновником, точнее виновницей, стала автоледи. Находясь за рулем, по словам сотрудников ГИБДД, она нарушила правила дорожного движения. А именно, превысила скорость. В результате чего не справилась с управлением и врезалась в столб линий электропередач. Из-за сильного удара конструкция упала на проезжую часть. Дальше включился эффект домино. Соседняя опора теперь также нуждается в ремонте. Водительница же автомобиля получила легкие травмы. С ушибами ее доставили в больницу. Госавтоинспекция призывает водителей быть внимательны на дорогах, выбирать скорость, соответствующую конкретным дорожным условиям, проявлять внимательность к дорожной обстановке в целом. Сотрудники полиции сейчас проводят административные расследования. После выяснения всех причин аварии, дело передадут в суд. Если вина в автоледи будет установлена, то помимо ремонта иномарки, ей, скорее всего, придется уплатить и за восстановление столбов линий электропередач. Ущерб специалисты еще подсчитывают. Необычное, но абсолютно безопасное для здоровья кошелька занятие предлагает своим читателям Анапские библиотеки. Теперь в стенах храма книги можно научиться вшить мягкие игрушки. Секреты мастерства создания авторской куклы узнала наша съемочная группа. Мастерская дедушки Вея. Такое необычное название Светлана выбрала для своего мастер-класса. Его символ – кукла. Старославянское имя Вей переводится как «веточка». Создавать авторских кукол Светлана Фролова научила и читатели библиотеки. Кто-то любит шить, кто-то любит лепить, даже вышивать могут, если кто умеет. Поэтому безграничное абсолютно разнообразие всего выбора и то, к чему душа лежит. Как говорят участники мастер-класса, Светлана не только рукодельница, но и сказочница. Для каждого персонажа она придумывает интересную историю и характер. Авторская кукла может стать стильным украшением дома и оригинальным подарком для друзей. И вот мы занимаемся буквально несколько недель. Но мы наполнены вот этим вот стремлением к творчеству, к познанию всего интересного, что дает нам вот этот человек. У Светланы много планов на 2019 год. Она продолжит проводить мастер-классы и выставки. Ее главная мечта – открыть собственную студию для того, чтобы шить игрушки для детей и обучать их секретам авторской куклы. Елена Мухортова, Ксения Сипко, Анапа-регион. Сегодня, 10 января, официально заканчиваются дни новогодней елки. Есть и такие даты. Наша семейная группа вышла на улицы города и поинтересовалась у гостей из Делианапы, как они встретили Новый год и чем запомнились эти праздники. Было хорошо и весело, потому что у нас снег, мороз, 25 градусов, а здесь дождь и зелень. Я человек работающий, поэтому для меня эти праздники были выходными, дома с семьей. Главное, чтобы все были здоровы, счастливы, благополучно. Все наши желания исполняются, если это стоит захотеть. Отлично отпраздновали, все хорошо. С семьей? С семьей, приехали в Анапу и вот 10 дней здесь у папы. Все класс. Завтра поедем домой уже. Новогодние праздники прошли отлично, но снега не было. Вот что самое обидное, в Анапе нету снега. Но все-таки праздник он в душе, как говорится, так что снег и подарки не помеха. То есть будут они или нет, все равно новогоднее настроение присутствует. Настроение хорошее, праздники прошли хорошо, как могут праздники пройти? Отдыхаем хорошо, мы еще отдыхаем. Надеемся, что все исполнится в этом году, что мы загадывали. Все выпуски новостей вы всегда сможете найти на нашем сайте naparegion.ru. А на этом я с вами прощаюсь. Всего доброго. Государственная инспекция безопасности дорожного движения предупреждает водителей. Проявляйте особую осторожность в местах, прилегающих к детским и образовательным учреждениям. Не подвергайте опасности самое дорогое. Продолжение следует... Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...